Форт Боярд Форт Боярд Форма Боба была выбрана не случайно, благодаря ей можно снизить рикошеты от круглых ядер и таким образом повысить живучесть сооружений. Для подстройки форта потребовалось бить более 5000 12-метровых свай, пространство между которыми было заполнено специальным бетоном и на этом надежном основании были сооружены стены и перекрытия. Форт никогда не участвовал в боевых действиях. С 1860 года, благодаря появлению нарезной артиллерии взамен гладкоствольной, форт утратил свое боевое значение. В 1897 году в нем была оборудована чумная лаборатория, которая функционировала до 1917 года, после чего форт был введен за штат и использовался как склад. Сейчас там можно увидеть впечатляющую гранитную облицовку с портиками для орудий и специально вогнутая часть стены для того, чтобы лед не выламывал гранитные плиты. Вход форт находится с тыловой стороны, где оборудован специальный причал, на котором сохранилась старинная кран-балка. Внутри форта есть множество различных помещений, склады, казармы, кухни и мастерские. В центре форта оборудованы две главные лестницы, которые впечатляют своей красотой и величественностью. Несмотря на утраченные перила, они до сих пор производят впечатление монументального сооружения. Под всем фортом расположены круговые подвальные помещения. Если в них хорошо поискать, то там можно обнаружить старинную тележку для перевозки грузов. Наверху форта раньше была оборудована деревянная палуба, от которой сейчас сохранились бетонные подпорки. К сожалению, форт находится в запущенном состоянии и закрыт для посетителей. Но тем не менее, в него организовываются регулярные экскурсии. Летом туда можно попасть на экскурсионном кораблике, а зимой пешком по льду. Выход на лед зимой опасен, пройти до форта полтора километра. Будьте осторожны, приятного путешествия! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова